всем моим зрителям большой большой привет и сегодня делюсь с вами рецептом творожной запеканки с изюмом она очень вкусная и если вы хотите научиться такую запеканку готовить либо вы уже умеете может быть но все же готовят по-разному я вам сегодня покажу как готовлю ее я если вам интересен этот рецепт оставайтесь со мной всем желаю приятного просмотра итак для нашей запеканки нам понадобится 50 грамм сливочного масла 3 яйца полкило творога 100 грамм сахара 40 грамм манки манной крупы и пакетик ванилина ну и конечно же изюм я его уже замочила воде он должен немножко разбухнуть потом бумажным полотенцем мы его будем промокать и будем добавлять уже в наше тесто так скажем творожное ну и конечно же миска в которой вы будете все смешивать и мой любимый венчик и мы начнем начинаем мы с творога творог мы перекладываем нашу мисочку и будем вилкой сейчас перетирать его то есть чтобы больших комков не было чтобы он был весь меленький и однородному состоянию после того как мы перетерли творог мы в него засыпаем 100 грамм сахара если кто не очень любит сладкую очень запекан то конечно можете уменьшить сахар я беру 100 грамм потому все таки этот десерт у меня едят с чаем поэтому должно быть что-то сладкое и добавляем ванильный сахар сюда добавил я сейчас уже ванили не ваниль можно ванильный сахар можно ванилин возьмем соль щепотку буквально соли для баланса и все сейчас мы перемешаем после того как мы перемешали творог сахар и ванильный сахар из щепотку соли мы будем отделять белки от желтков и желтки добавлять сразу же в наш то в нашу творожную массу так мы добавили три желтка в нашу творожную массу и все вместе перемешиваем добавляем манку 40 грамм столичку не получилось и все смешиваем у нас оставались три белка я их взбила в плотную пену миксером и мы сейчас вмешиваем эти взбитые белки в нашу творожную массу посмотрите какая нежная воздушная масса у нас получилось она просто вообще легчайше и сейчас мы будем добавлять уже наш замоченный изюм который мы обсушили перемешиваем до однородного уже состояния мультиварки смазываем сливочным маслом и уже туда закладываем нашу творожную смесь такая красота у нас получилось в мультиварку вставляем чашу и ставим режим выпечка 30 минут и все потом я вам покажу уже что у меня получилось мои дорогие вот такая вот творожная запеканка у меня получилось посмотрите какая она объемная я отрезал кусочек чтобы вам показать вот такая она получилась она очень нежная может быть видите пара еще с нее идет и только я вынула из мультиварки в общем вот такая красота получается всем приятного аппетита всем отличного настроения предложен мною способ сервировки если вы вдруг собираетесь угостить гостей такой творожной запеканкой я сейчас понесу сын у меня замороженная смородина и красная смородина черная и красная смородина чем выглядит по моему красиво так что девочки и мальчики всем приятного аппетита еще раз попробуйте и приготовить я надеюсь что у вас все получится что вам она понравится то есть результат вас порадует к чаю это замечательный десерт она очень вкусная в холодном виде я и сейчас буду остужать все таки меня как-то все любят больше в холодном виде и кушать и на этой радостной ноте то что все хорошо получилось я буду заканчивать видео ставьте пальчики вверх если понравилась вам запеканка который делаю я и увидимся в следующих видео всем пока пока